Их уже жизнь наказала беднях. Россия, Россия, Россия. Результат есть. Пункт номер один. Когда ты пригласишь их проповедовать к себе? А у них образ такого рэмба, который здесь бегает, убивает и душит. Я смотрел в его глаза и говорил, ты можешь для меня назвать это зло? А если ты себе это придумал? Субтитры создавал DimaTorzok Я хотел пригласить друзей моих ветеранов АТО, которые буквально недели полторы на две назад прервали телемост, планируемый с Россией. Так вот я хотел их пригласить сюда, потому что до меня дошла информация, что мой оппонент провел таки телемост с Россией втихаря. Я не буду сейчас... То есть, понимаете, пока я призываю к покаянию моих братов в России, епископов, путинофилов, пока я настаиваю на том, что им надо покаяться и отказаться от своих свинных корыт, он отправился к корыту, они хлебают, он там с ними ведет переговоры у корыта. Ну, поделитесь успехами. Расскажите мне о вашем телемосте с российскими епископами. И оцени мою доброту. Я приехал сам, без ветеранов АТО. В следующий раз уже, понимая, с ними надо будет приезжать, потому что я продолжу... Я хотел взять Альберта с собой, но, боюсь, эфир получился бы более радикальным, чем среднестатистический. Чем ты занимался? Вот смотри, Ген, ты видишь, какой ты непоследовательный. Вот мы писали программы о воспитании детей, конфликте поколений. Не занимайся твоим любимым, не перемешивай все программы кучу, делая какой-то неологический вывод. Я пытаюсь просто сказать о том, что там ты такой себе либерал, дающий свободу человеку быть таким, как он есть. И не надо на него давить, и не надо его... Это вот просто нужно доверять людям, все. Скажи, почему ты себя ведешь иначе по отношению к российским верующим? А что я? А ну, точнее. Уточни. Я им что, не даю свободу Петя Лилую Путину? Нет. Не даешь. Ты, пожалуйста, они это поют. Я что, мешаю им как-то? Глотки им затыкаю рты. Нет, ты просто... Пожалуйста, пойте дальше. Аллилую. Бьешься головой. Сергей Васильевич Ряховский. Кто там? Ваня Иклюшин, друг мой. Кто еще? Баптистский епископат, все американские пастора, путинолюбы. Пойте дальше. Аллилую. КГБшнику по кличке Моль. Лабызайте патриарха Московского и всея Руси, агента Михайлова. Продолжайте. Я что? В чем я наружу? Свобода. У вас есть это право. Поклоняйтесь дальше. Осуждайте дальше бандеровцев и рассказывайте нам о том, что мы фашисты. Вы свободные люди. Хлебайте из своего корыта свиные помои дальше. Зря я тебя зацепил. Что еще? Так в чем не моя непоследовательность? Непоследовательность в том, что для одних ты позволяешь им быть такими, как они есть, без всякого давления. Ребенок балуется, пусть балуется, не надо на него давить. Поколение другое, не надо их трогать. А здесь тебе вдруг от России их надо давить. Ты их давишь каждый день. Ты бы о чем не говорил, ты кричишь Россия, Россия, Россия. Результат есть? Карфаген должен быть... Есть. Результат есть? Есть. Какой? У меня великолепная коллекция писем от россиян. Приблизительно следующего содержания. Пастор Геннадий, простите, нас обманули. Нас одурманили. Гена, мы... Спасибо за то, что вы не умолкаете. Мы правда думали, что нам мерещится, что вам там в Украине мерещится интервенция России. Мы правда думали, что Боинг сбили американцы и украинцы. А я хочу, что сейчас... Мы правда думали. А я хочу сказать... Говорят, спасибо, что вы не замолкаете. А ты думаешь... Извините, мы думали, что вы сошли с ума. Есть разные методы. Ты хочешь сказать, что я собираюсь на телехмостах сказать, что России там нет, их там нет. Ладно, расскажи. Расскажи не мне, телезрителям, а о твоих тайных переговорах с российским епископатом. Все же в интернете. Ничего не тайное. Расскажите, поделись. Смотри. Покаяние было? Давай по порядку. Покаяние было? Нет, не было. Это есть порядок. Это пункт номер один. Не было. Не было. А, ну тогда ладно. Ничего, что... Просто отодвинем эту тему покаяния. Пообщаемся. Ну, ты хочешь меня услышать? Я слушаю тебя. Вышел разговор с одним епископом. Это еще раньше было, да? Где он сказал, у нас в России перемена. Мы понимаем, что надо что-то делать. А я давно это тоже чувствую. Понимаешь? Ну, вот просто в лоб идти и говорить, вы там такие, всякие, вы там. Это сегодня не сработает. Нам надо поговорить. Услышать. Они не разговаривают. Ты вот орешь, кто тебе ответил с епископом? Хоть один? Кто вообще публично вошел с тобой в полемику? Ни один. Ни один с тобой. И не войдет. И когда мне пришла мысль, думаю, а почему бы не попробовать начать говорить? Я позвонил одному, второму, третьему, сказал, давайте говорить. Они говорят, с Махненко... Ну, только не прямо, как Махненко. С Махненко не будет. А вокруг да около. Нет, нет. А что со мной разговаривать? У меня простой вопрос. Покайтесь, код лагодючий. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Порождение ехидны. Покайтесь. И потом будем разговаривать. О чем мне с ними разговаривать? О чем разговаривать на колени епископа? На колени перед Богом и перед паствой. За то, что вы молчите шестой год войны. За тысячи трупов и ваше гробовое молчание. На колени, позорники. Шаман. Шаман-язычник. Идет из Якутии в Москву. Изгонять Путина. Шаман-язычник говорит. Мне Бог сказал. Путин это зло. Лукавый. А вы молчите. Камни скорого запьют. Мне нечем с вами разговаривать. До тех пор, пока не услышу слово «каюсь». Каюсь, простите нас, трусов. Боязливые будут в аду, рядом с прелюбодеями, через запятую. А вот, ну, в принципе, вы с ним разговариваете. Что вам со мной напрягать? Со мной надо произнести «каюсь». Надо передумать. А с ним можно вот так. Разговаривай. А в семье у тебя тоже? Я делегирую тебя. В семье у тебя тоже? Я делегирую тебя вести переговоры с Россией. У тебя вообще были конфликты в семье? Что это был за вопрос? Я тебя спрашиваю. Ты когда ему с Ленкой ссорился? Давно я уже не помню. Давно очень. В отличие от тебя, очень давно. Да, хорошо. Когда у тебя были конфликты, ты вот так Лену призывал к покаянию? На колени сказал! Упала! Отжалась! Пока не услышу слово «прости!» Ничего не будет! Так или нет? У моей жены, когда она неправа, хватает мудрости сказать «прости, дорогая». Вот и все. Вот и все. И ты хочешь сказать, что она только что-то неправильная? Ты мне не рассказывай, я сам присутствовал. Не рассказывай мне. Не рассказывай мне батьки. Не всегда. Да, не рассказывай батьки. Но скажи, помогает, если ты своему человеку, супруге, вот таким тоном орешь и принуждаешь его к покаянию? Это может вообще помочь? У меня это не помогает. Я не принуждаю. Вы не обязаны каяться. Можете вообще не каяться. Можете считать, что все в порядке. Что вы во всем правы. И это в семье не проходит. Когда ты вот так вот. Можете не каяться, можете не каяться. Не проходит. Хорошо. Только проходит. Послушай, что? Твоя версия действий. Проходит. Знаешь что? Когда ты понимаешь, это твоя супруга. Или это твой брат. Или это твой сын. Нравится, не нравится, плохо, недоволен, все. Ну ты понимаешь. Пункт номер один. Когда ты пригласишь их проповедовать к себе? Пункт номер один. Когда у тебя Оряховский приедет или кто там, Семченко, не знаю, кто там, Шевченко, когда приедет проповедовать твою церковь? Дай мне знать. Я приеду. Я приеду. Станусь плакатом. Вот здесь упакайся, код логодючи. И как только он выйдет и скажет, Геннадий, прости, украинцы, простите, братья, простите, обниму, облабызаю, пожму руку без вопросов и забуду все. Она только по той причине, что ты не хочешь признать то, самое главное, что это все-таки твои братья. Вот ты мне скажи, они братья или не братья? Я это тысячу раз признал, это мои братья. Нет, хорошо, все, идем дальше. Легко, мои братья, да. Все, идем дальше. Падшие, падшие, Геннадий, с братом надо разговаривать. Сесь и поговорить. Ну вот смотри, ты понимаешь, что ты часть себе придумал то, чего нет с Ряховским? А ну поподробнее. Ну вот, часть он себе придумал за тебя. Вот мы вчера разговаривали, и там была часть, что я стоял за тебя и говорил, что нет, он не такой. Он, говорю, курицу не может, не то, что там бегает софта, вот типа, а у них образ такого Рэмбо, который здесь бегает, убивает и душит. Такого нет. Я знаю, что ты не такой. А ты себя так подал где-то, фотки там выставил, но я знаю нутро твое, а им нарисован вот такой, и ты сейчас только помогаешь этому имиджу, злого такого, дерзкого такого, наглого человека. Если они еще шаг делают к моей семье, к моей церкви, к моему дому, я возьму автомат и пойду в ряды солдат. Хорошо. Мысль, которую я тебя пытаюсь сказать. Вот таким тоном, вот такой позицией орущей, раздавливающей, мы не придем к результату. Даже это в мире понимают. Гена, даже это в мире понимают. Ты хочешь сказать, что Украина белая, а Россия сейчас страшные вещи говорю, я понимаю. Но ты хочешь сказать, что у нас все классно, а у них все плохо? Нет, конечно, каждая изнасилованная женщина отчасти тоже виновата. Она одевалась несоответствующим образом, юпочка была у нее коротковата, и вообще она пошла в тот переулок, где не так достаточно было света, и в городе, в котором она жила, криминогенная обстановка, она не отдавала себе отношу. Поэтому, конечно, виноват не только Чикатило, но и его жертвы, ребяточки. Вы заблудились. Но если хочешь... Трех этических... Слушай меня. Хочешь? Хочу. В Украине, здесь, на Донбассе, такие же ***, как и с той стороны. Хочешь? А кто с этим спорит? А что ты договоришь, что женщина... Да, проституточка. Проституточка. Кто с этим спорит? Которая заигрывала. 40% за кого проголосовала здесь Славянская? За кого? Так что ты хочешь? Что ты хочешь? Что мы белые? Вопрос задай. Здесь с Украиной проблема есть. Поэтому ты не можешь себя вести так, что Россия просто ведет. Говори это сегодня, Донбассу говори. Я говорю. Говори. Я говорю. А ты сегодня все валишь на Ряховского. Значит, давай так. Поэтому надо сесть и разговаривать. Я вошел в твой дом. Сесть и разговаривать. Я вошел в твой дом. Убил твоих детей, внуков. Окупировал часть твоей хаты. И читать буду тебе лекцию о том, чтобы точнее было. Твои несовершенства, твои прегрешения, они как бы спровоцировали мою интервенцию, поэтому отчасти виноват и ты. Нет, в принципе, это где-то так и есть. Но меня нужно арестовать, остановить, арестовать, судить, садить, а потом уже обсуждать проблемы твои, которые вполне могут быть. Ты в мой дом попал по причине, что часть моей семьи позвала тебя туда. Предатели в моем доме. Мои дети, допустим, сговорились с тобой и позвали тебя. И это оправдывает мое вторжение. Это не оправдывает, но я тебе показываю механизм, что произошло. И смотри, я же сейчас говорю не за страну. Почему ты можешь меня услышать? Мы с тобой сейчас не президенты. Стран наши. И мы не говорим от имени российского или украинского народа. Забудь за это. Пусть это разговаривают Зеленский, Порошенко, Путин. Мы с тобой сейчас говорим как христиане. Можешь меня услышать? Разницу. Поэтому, прежде всего, мы должны признать тот факт, что мы не прежде всего украинец и россиянин, а мы прежде всего братья во Христе. Вот, когда мы это признаем, мы начнем с этой позиции двигаться. Прежде всего, надо признать, что вначале Бог сотворил небо и землю. Ну да, конечно. Да. Конечно. А кто с этим спорит вообще? Мы не устраиваем сейчас перемирие между Украиной и Россией. Между странами. Я разве об этом говорю? Мы можем говорить что-то об этом? Нет. Я сейчас говорю о том, что братья с одного дома оказались по разную сторону баррикад. Вот, что я тебе говорю. И? Нам нужно сесть и разговаривать. Нам нужно услышать, почему они так реагировали. Нам нужно прийти к тому, чтобы подвести их к тому, чтобы они были способны. Вот мне перед программой сбросили переписку. Ну, не переписку, а свои только письма. Человек говорит, я не имею права те. Но эта женщина мне сказала, когда я посылала письма и рассказывала, я очевиден, что здесь происходило, оттуда был ответ. Простите, мы как бы не видели этого, не знали, не представляли. Ты, кстати, сам подтверждил, что тебе так же сама пишут. Для чего нужен диалог? Он не для того, чтобы сегодня мы, как у Берлинской, меня это возмутило. То, что было у Берлинской стены, это крайне возмутительно. Давай напомним, что за три дня до этого в этой студии я тебе сказал, я пророчествую. Да. Пророчествую. Скоро они устроят шоу под названием покаяние. Да. На самом деле это будет та за мнем. Давай за мнем. Так вот, чтобы они не устраивали это шоу, участниками шоу должны мы быть. Так же. И не давать. Я предлагаю с 14-го года открытый разговор. Я готов вылететь в третью страну, сесть за стол и разговаривать. А они все хором говорят, только не Махненко. Знаешь почему? Знаю. Потому что ты орал на них, обзывал их. Я знаю. Уничижал их. Я знаю, потому что с Махненко не получится сесть попить кофейку, как будто бы ничего не произошло. И с Демидовичем не получится. А с вами получится. Не получится. Вы с ними будете лобызаться, они будут проповедовать в ваших церквях, объедете на хитрой лошадочке все темы покаяния. Вы объедете мимо трупов 20 тысяч, мимо оправданий путинского режима, без покаяния. Так и будет. Записывая очередное пророчество. Саша Шевченко уже едет в Украину в рамках всеобщей кампании по примирению народов и где-то уже будет на днях там служить. И никто, никто не придет и не скажет покайся за то, что ты говорил, Путин прав. Он защищается от НАТО. И Саша без покаяния въедет в объятие братства украинского. Но один-два чудака все-таки останутся, кто будет настаивать на покаянии. И один из этих чудаков перед тобой. Я даже не сомневаюсь в этом, что ты как бы и умрешь со своим мнением. Ты не любишь менять свое мнение никогда. Но, Гена... Я не люблю называть белое черным. И я умру называя белое белым. Да, если оно не серое. О, вот здесь поехали... Если оно не серое. Вот здесь и поехали в релятивистское богословие. Вот это ваша проблема. Вы ее вообще не ощущаете. Я вновь и вновь возвращаюсь к главной богословской трагедии современности. К уходу церкви под линию отчаяния. Нет больше добра и зла. Нет больше правильного и неправильного. Нет больше морального и аморального. Нет истинного и ложного. Вы ушли под линию отчаяния. Все у вас теперь серое. И в этой серой мутной водичке вы ловите любую рыбку и разворачиваете сюжеты куда хотите. Я отказываюсь играть в эту игру. Черное есть черное. Пастора, оправдывающие путинский режим и осуждавшие Украину за право сопротивляться врагу, на них тяжкие грехи. С начала войны мы ни разу не сидели за столом. Вот представьте, если бы здесь сидел... Я сидел и плакал. Я сидел в ресторане с Сашей Шевченко и плакал. Слезы текли по моим глазам. Я смотрел в его глаза и говорил, ты можешь для меня назвать это злом? Для меня по моим детям летят ракеты, русские ракеты. Ты же не бабушка из России. Ты прекрасно понимаешь, что это делают российские офицеры и российская армия. не могу. Путин защищается от НАТО. Я сидел за столом и я не готов без покаяния за эти слова пить чай. Я готов к разговору. Я готов встретиться в любой студии и разговаривать, но они со мной не готовы разговаривать. Со мной надо будет каяться. Они найдут, они уже нашли бандита Иванника, какого-то не пойми епископа, который, я не знаю, кто такой этот епископ. Ничего не сработало. Я не знаю. Ничего не сработало. Но это нашли второго епископа, который там с какими-то бросившими жену пасторами в объятиях ходят они постоянно. И они устроили покаяние народов. Я тебе за три дня до этого пророчествовал. Это ничего не сработало. Ну, значит, они найдут тебя. Они найдут тебя. Они придут сюда к вам в Славянск. Вы будете рыдать на сцене, склонять колени, я не знаю, там падать в присутствии помазания духа или еще там еще практиковать. И потом объявите о примирении народов. И будет один человек, который скажет, а как насчет каюсь? А тебе не кажется, что ты как Иона расстраиваешься, что россиян может вообще помиловать? Я не расстраиваюсь. Им надо наказать. Тогда ты будешь спокоен. Их уже жизнь наказала, беднях. Их уже жизнь наказала. Раз. Два. Поэтому он не готов разговаривать. А епископа, которые с шестой год войны молчали, не осудили путинскую интервенцию, должны оставить свои должности. Эти позорники в епископских креслах должны сесть на задние лавочки в своих церквях. Точка. Послушай, вот ты говоришь, ты сидел с Шевченко, и он тебе говорил. А было бы здорово, если бы это на камере было снято. В программе. Почему я хочу мосты еще? Я хочу, чтобы каждый ясно высказал свою позицию. Чтобы было ясно. Вот как ты понимаешь, как я. Так все молчат. Мы непонятно, что мы думаем. И верующие внизу не понимают, что ты прископал. Я с 14-го года призываю их к открытому разговору. Со словами «Ой, Махненко, ты слишком эмоционален». Слишком это они избегают разговора. Но это не моя проблема. Это не моя проблема. Да, я слишком эмоционален. Я считаю, что такой разговор важен. После наших последних съемок убили одного из моих друзей. Я слишком эмоционален. Женщина Ирина Шевченко ехала раненого пацана вытаскивать в медицинской машине с огромным красным крестом, которая принимала нас на фронте десятки раз в Широкино, которая с пацанами там варила кушать, мамка такая. Она ехала вытаскивать раненого пацана. И эти мрази ракетой долбанули по медицинской машине, русской ракетой, привезенной путинскими генералами. И когда господин Ряховский расскажет мне о гонениях на московский патриархат в Украине, выполняя ФСБшную повестку, все, что я хочу слушать из его уст, это покаяние. ФСБшную повестку. Им приходят методички из Кремля, по которым они работают, хором, все. Хором. Рейхс епископ Яряховский. Я не готов без покаяния с ними гонять чаи и делать вид, что все замяли. А если ты себе это придумал? Я, в отличие от вас, живу с открытыми очами. Иногда, знаешь, как у поэта, хоть плачь от того, что просто зрячь. Меня пугает слепота целого ряда служителей, которые не видят, что происходит. Я что угодно себе придумал, но факт того, как они обслуживают кремлевские элиты, позорнейший факт, очевиден, абсолютно очевиден. Рассказывать в президент-отеле путинском о гонениях на московскую патриархию в Украине и игнорировать мой призыв, господин Ряховский, приедьте в мой город, пойдите, найдите, в квест сыграем, найдите церковь, украинскую, православную церковь среди десятков московских храмов и ответьте мне на вопрос, какие права московского патриархата здесь ущемляются? Задавал вчера этот вопрос. Методичка пришла из Кремля. Голос возвысить. Голос! Гав! Вот что они делают. Позорники они, не епископы. Разговаривай с ними по телефону, без меня. Но знай, если они появятся в твою церковь, у меня не будет факта публичного покаяния, я приеду под твою церковь с акцией протеста. Я тебе обещаю это. С нацгвардией. Да нет, не буду я вмешивать в братские разборки нацгвардию, но не гарантирую, что здесь не появится мой друг Капеллан Альберт. Он брат тоже, только куда покруче меня может возвысить голос. Хотя, думаю, что это уже будет перебор. Хватит одиночного пикета. То, что я вчера говорил Ряховскому, это нам очень важно, чтобы церковь высказала свое отношение к конфликту и отделила себя от государства, от действия кремля. Сколько еще тысяч трупов надо, чтобы они дозрели до этой светлой мысли? Ну, я не знаю, может быть уже дозрели, может быть как раз будем разговаривать и дозревать будут. Может быть, когда добьетесь результата, дайте мне знать. Ну, это попытка. Пока безуспешная, я желаю тебе удачи. Давай я тебя благословлю на эти переговоры. Нет. Разговаривай. Когда Ряховский сделает публичное заявление о том, что я осуждаю интервенцию России в Украину, оккупацию территорий, захваты молитвенных домов, издевательство над верующими, убийство верующих, я осуждаю интервенцию Путина без запятая, но Майдан ваш и так далее, националистические, бандеровские и так далее. Вот без носа. Знаешь, как это покаяние? Я каюсь в блуде, но но понимаешь, моя супруга была не права. Я каюсь, но вот без но. Без но, пожалуйста. У тебя есть возможность во время прямого эфира писать свои вопросы? Да меня не интересует ваше прямое эфире без покаяния. Это будут терки, а не прямое эфир. Ну призови к покаянию. Я призываю. Они меня слышат. Они меня слышат и сильно нервничают, и сильно ерзают. Ну, то есть, вот шаман это твой, ты вот выставил пост, что шаман это вот типа ближе с ним, а то сейчас меня шаманы запишут. Тебе домашнее задание. Поработай над темой, вернись в следующей программе и отчитайся о результатах. Проработай писание на тему, как Бог использовал язычников и даже чародеев и волхвов и так далее в своем деле. То есть, когда они были неправы, когда они были злые люди, Бог их использовал. Нет, они не обязательно злые были, они были заблудшие люди. Шаманизм это ересь, это язычество и так далее. Но, когда шаман идет сейчас по России в сторону Москвы и говорит, мне Бог сказал идти в Москву изгонать Путина, Бог сказал, что Путин это лукавый, это бес, и от него беды в России и люди страдают, что люди вокруг Путина обмануты, то я смотрю на этого шамана и благословляю его, потому что, когда говорит правду осел, он куда более прав, чем лгущий и льстящий епископ. Это азбука христианского богословия, язычник, который говорит правду, атеист, невзоров, который говорит правду, атеист, коммунист, который говорит правду, больше, ближе к Богу, чем священник, который льстит, лебезит, лжет и лицемерствует. Это азбука этики. Понимаешь, богословие, это не оправдывает шаманизм как систему или коммунизм как систему, но я сказал ровно об этом. Я посоветовал епископам России присоединиться, пасторам России, присоединиться к шаману, потому что это вы должны восклицать, осуждать путинский режим. Это вы должны говорить о том, что в вашей стране уничтожены свободы и права. Это вы должны стоять сегодня на площадях, где поплевывающая КГБшная власть, захватившая вашу страну, смеется, издевается над людьми, плюет в их сторону. В ваших сейчас этих выборах в Мосгордуму просто они уже в наглую плюют на всех людей. И вас, епископов, там нет, вы аллилуйя упоете. Это вы должны были орать против закона подлецов, который остановил иностранное усыновление и убил тысячи детей. Вы должны были восклицать Олос, а вы молчите и поете псалмы по воскресеньям. Пророк Исаия, первая глава, скромная подпись Махненко, ваши песнопения, ваши литургии, ваши жертвоприношения мерзки пред Господом, потому что вы оставили справедливость, вы оставили милосердие, вы забыли о вдовах, убиваемых, о сиротах на этой войне. Вы поете псалмы, пойте дальше. Только знайте, что это мерзость пред Господом. Ну и вот если бы это же самое спокойно как братьям в диалоге сказать, почему нет? Это ты говори спокойно. Я буду говорить. Удачи. Ну постарайся. Доложи о результатах. Я тоже не всегда спокойно получаю. Доложи о результатах. Только запомни, мое око будет внимательно бдить. по поводу этого процесса. И если вы попробуете затереть, перетереть, замять, в моих глазах это не прокатит. Я понимаю, что вы это лихо скормите народу Божьему. И как эти ребятки под стеной берлинской устрою, шепсевдо примирения пасторов России и Украины пытались выдать это за великое духовное событие. Но я внимательно буду смотреть за процессом. Можете сколько угодно обниматься, лобызаться, как Брежнев в засос. Можете причастие принимать вместе, как они там под берлинской стеной устроили шоу-программу под названием «Причастие». Но этот номер не прокатит. Покаяние должно присутствовать. Вот и все. Хорошо, друзья мои. Вот эта программа она выйдет в среду. То есть когда вы ее смотрите это среда. А на следующий день 25-го в четверг у меня на фейсбуке на моей страничке будет прямой эфир с Сергеем Ряховским и епископросского начальствующего. Я вас приглашаю. Все ваши вопросы, все ваши возмущения, все ваши советы. А я вам советую не смотреть этот эфир. Ну да, молодец. Если мне не пришлют ссылку, что Ряховский покаялся и осудил интервенцию России в Украину. А может он все кроме этого будет туфтой. Будет подделкой по пьемаше. Если это в программе ты мне сообщи если это есть в программе я буду смотреть эфир сначала. Если это не подразумевается сначала разговаривает а потом кайф. Если это не подразумевается то это телемост. телемост надо поговорить мне понятна реакция моей страны на попытку просто поговорить над трупами это будет аморально. И я тебе говорю это будет аморально если они не намерены каяться то тогда не нужен телеэфир вот и все фраза из которая меня сильно зацепила а задать вопросы где призвать покаянию где фраза которая меня сильно зацепила ты будешь участником их пропаганды вот и все вот и все если там нет покаяния фраза которая меня зацепила на форуме свободной России где я недавно был выступал человек который был председателем секретарь союза журналистов России депутат Российской Государственной Думы он готовит материалы для Гаагского трибунала по поводу информационных преступников потому что это не пропагандисты это информационные террористы информационные убийцы и как во втором в третьем рейхе был повешен редактор газеты наряду с теми кто убивал вот точно так же они должны нести ответственность так вот фраза которую он сказал шокирующая подумайте об этом путинский режим предоставляет самую великую угрозу за всю историю существования человечества а путинские СМИ самый главный элемент этой угрозы если бы Гитлер имел ядерное оружие если бы Гитлер имел такую сеть телевизионную ботовскую интернетовскую такое колоссальное информационное влияние то во второй мировой войне выиграли бы не союзники фашисты бы захватили этот мир еще раз заявляет человек специалист информации самую большую угрозу в истории человечества за всю его историю представляет собой путинский режим вроде бы демократические какие-то вещи глаголящие но творящие страшное гибридные войны включают в себя гибридных епископов и гибридные покаяния и гибридные телемосты если Ряховский не планирует извиниться я эфир смотреть не буду а тебе желаю удачи это твое право я по нас знаю что он разговаривай я не знаю что он планирует я до разговора не знаю я собираюсь говорить свои претензии я собираюсь задавать вопросы тому человеку который в течение пяти лет каким-то образом защищал на мой взгляд или говорил вещи которые мне оскорбительны были которые для моей страны плохо это было я хочу об этом спрашивать я не знаю он покается или нет но я считаю нам надо начать говорить сидел в подвале здесь в Славянске здесь в подвале вспарывали животы ваш молитвенный дом был захвачен церкви захвачены в Донбассе семинария баптистская захвачена в Донецке церкви закрывают в России а этот епископ путинский халуй с моей точки зрения предавший имя епископа в России честь епископа со словами мы защищаем церковь они предают церковь они защищают если мы промолчим Бог не сочтет нас невинными Гитрих Банхёфер отсутствие позиции уже позиция это простые тезисы он в это время выступает из президентского путинского отеля вместе с путинскими православными негодяями в рясах кгбшниками и рассказывает нам о гонении на московский патриархат в Украине ну вот как раз все это можно будет спросить публично публично ты можешь они вам красиво ответят Гряховский умеет красиво говорить ну пусть люди разбираются это красивый ответ или может быть ты допускаешь что ты чего-то не понимаешь ты можешь вообще люди глупы а ты можешь допустить что ты чего-то люди не разберутся люди будут аплодировать даже если вы просто появитесь и попьете чаю и не будете вообще касаться больных тем и примите причастие и чмокнетесь в мониторы по-братски люди будут ликовать и рассказывать о великом примирении и о воссоединении России с Украиной понимаешь что будет только не все люди схавают эту туфту вот и все я желаю тебе удачи в этом эфире удачи в телеэфире туфта не прокат до свидания Продолжение следует...